Древнейший водный форпост Костромского края, где процветало кузнечное, кожевенное и гончарное ремесло, и уже в 13 веке существовала дренажная система и канализация. На острове Вежи в Костромском море возобновились археологические раскопки. Их проводят представители регионального отделения Русского географического общества и Госуниверситета имени Некрасова, что уже обнаружили на острове в материале Татьяны Шемякиной. Добраться на остров Вежи сегодня можно лишь по воде. В середине прошлого века в Горьковском водохранилище подняли уровень, и этот участок суши стал необитаем. С каждым годом вода все сильнее подмывает края острова, и он в прямом смысле слова тает на глазах. Буквально 10 лет и Вежи могут навсегда исчезнуть с карты региона, считают специалисты. Чтобы сохранить уникальное историческое наследие, археологи укрепляют береговую зону. Во время весеннего паводка вода пребывает, и остров разрушается. Вот поэтому для того, чтобы он не разрушался, мы ставим чистокол из бревен. Бревна мы возим с того берега, ищем, ставим их, копаем ямы, все укрепляем. Мы пытаемся спасти как-то, чтобы что-то осталось. Помощь археологам на остров пригласили гидрологов из Краснодара. Им предстоит исследовать русло ближайшего озера, оно называется «Святое», чтобы определить, какие реки в него ранее впадали, и сколько ближайших к Вежам селений ушло под воду. Мы будем делать гидрографию, то есть промеры. Специальным оборудованием, профессиональными эхолотами. Будет отрисовываться рельеф дна, и будет понятно уже, где были углубления, где возвышения, где было промыто озеро. Остров Вежи. Попадая сюда, словно совершаешь путешествие во времени на несколько веков назад. История поселений древних славян находится здесь буквально под ногами. Археологи извлекают из земли уникальные артефакты. Раскопки древнего городища не велись более пяти лет. Археологические исследования возобновили благодаря поддержке регионального отделения Русского географического общества, попечительский совет которого возглавляет губернатор Сергей Ситников. В июле на остров приехали студенты и преподаватели Костромского госуниверситета. Раскопки ведутся ежедневно. Уникальный памятник истории удивляет самыми неожиданными находками. Вероятнее всего, цивилизация здесь появилась во второй половине XIII века, говорят археологи. Прикасаться непосредственно к истории, к историческим материалам, очень интересно. Остров на самом деле дает нам исключительно не имеющий аналогов материала. По постройкам можно судить. Какая была техника обработки дерева, какие дома строили люди, какие типы фундаментов были. Благодаря сырой почве острова, которая не пропускает кислород, артефакты превосходно сохранились. Деревянные срубы древних колодцев и домов, предметы быта, глиняные черепки посуды, наконечники стрел, в том числе бронебойные, которые могли запросто пройти сквозь кольчугу, украшения из тиснённой кожи. А также канализация, датируемая XIII веком, из маленьких деревянных труб, которые соединялись с одной общей. Всё это свидетельствует о том, что на острове был город, жители которого занимались гончарным, кожевиным и кузнечным ремеслом. Кроме того, местное население возделывало картофельные поля, обороняло свои рубежи с помощью хорошо вооружённого войска. Изначально памятник был основан, возможно, как форпост, то есть укреплённое поселение, которое с севера-запада прикрывало Кострому, который являлся торгово-ремесленным городом, возможно, Ипатьевский монастырь, на участке одного из вариантов Волжского пути. Какие свидетельства об этом могут говорить? Это, в первую очередь, наличие в предматериковых слоях чистокола. Чистокол, чистокольные линии – это явный признак городских поселений. Кованые замки с ключами, каменные жернова, фигурный светец, куда вставляли лучину и многие другие предметы-отвори вёженцы продавали в Европу. Уникальные находки передадут в областной археологический музей. Эксперты уверены, остров Вёжи таит в себе ещё массу загадок. В ближайшее время здесь рассчитывают вскрыть более глубокий культурный слой древнего городища и надеются обнаружить там берестяные документы. Это может пролить свет на геополитическое значение острова Вёжи и подтвердить догадки учёных о том, что Костромской водный форпост играл ключевую роль в становлении московского государства в тот период. Татьяна Шемякина, Евгений Барашков, телекомпания «Русь».